Для знаменитости голос, это продолжение и величие его карьеры. Однако нравится он может не всем. Несмотря на это, звезды продолжают активно развиваться в своей карьере, имея за плечами не только армию поклонников, но и хейтеров. В Ria SM News сделали подборку публичных лиц, чьи голоса вызывают у зрителей отторжение. Елизавета Боярская. Недоброжелатели ругают российскую актрису театра и кино Елизавету Боярскую за низкий голос, который никак не связан с ее лирическими образами. Некоторым также не нравится модельная внешность дочери знаменитого Д'Артаньяна и ее холодная отчужденность во взгляде, которая, по мнению критиков, совсем не подходит героиням пушкинской эпохи. Анастасия Заворотнюк. Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк, прославилась благодаря работе в телесериале «Моя прекрасная няня». Знаменитость до сих пор не может избавиться от своего первого амплуа. Несмотря на то, что сыграла множество драматических ролей, охота на гауляйтера, гоголь, ближайший код апокалипсиса, зрители по-прежнему видят в актрисе веселую Вику. Критики, в свою очередь, выражают недовольство голосом звезды и ее манерой говорить. Клара Новикова. Голос артистки эстрады и юмористки нравится далеко не всем, несмотря на то, что он является довольно узнаваемым. В одном из интервью Новикова призналась, что в детстве любила петь. Папа вспомнила знаменитость, в это время ворчал, «Ой, у тебя голос, сидеть в туалете и кричать, занято». Ирина Забияка. Эстрадная певица, солистка группы Чили Ирина Забияка, обладает уникальным голосом. Однако нравится он не всем. Среди эстрадных исполнителей, женщин с контральта – большая редкость. Это объясняет, почему слушатели не могут сообразить, кто поет, мужчина или женщина. «Мой голос – это не операция, не какое-то заболевание, мне ничего не резали и не вырезали, он такой есть от природы», – рассказывала звезда. Татьяна Васильева. Голос народной артистки Татьяны Васильевой необычный и в то же время всегда узнаваемый за кадром. В молодости она считала себя сложной персоной для актерской профессии. Известно, что Васильева озвучила семь мультфильмов. Речь идет о «Волшебном кольце», «Самом маленьком гноме», «Жирафе и очках» и другие.